Женское обрезание в Египте, шокирующая реальность. Мухаммед Фатахи, Саидаты, Египет. 17 июня 2018 года. Грустная реальность и шокирующие цифры, вот что отражает ситуацию вокруг женского обрезания в Египте. Несмотря на кампании по повышению осведомленности, проводимые профильными министерствами и организациями гражданского общества, многие девушки все еще проходят эту процедуру. Цифра в программе борьбы с женским обрезанием в Национальном совете по народонаселению определен уровень распространенности женских обрезаний в соответствии с данными по исследованию здоровья населения, проведенного Министерством здравоохранения в период с 2015 по 2016 год. Эти цифры подтверждают, что процедура становится менее распространенной среди младших возрастных групп. Так, этот показатель среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет составляет 92%. Среди девочек в возрасте от 15 до 17 лет он равен 61%. Шокирующий показатель по словам Фатимы Хафаджи, члена Женского союза Египта, согласно демографическому исследованию 1995 года, доля женщин, прошедших через процедуру обрезания, равнялась 97%, несмотря на усилия правительства, гражданского общества и международного сообщества по сокращению распространенности этого явления. Снижение показателя на 5% недостаточно для 20-летнего периода. Так, обрезанию подвергается каждая девятая девочка, а общее число обрезанных женщин составляет 2,27 миллиона человек. При этом данный показатель уменьшается по мере повышения уровня образования и благосостояния. Половина женщин, которые были замужем, верят, что муж предпочитает, чтобы его жена была обрезанной. Менее половины, 46%, считают, что женское обрезание предотвращает прелюбодейство. 54% женщин согласны, что оно может привести к смерти, а 9% считают, что роды у обрезанных женщин проходят труднее, чем у остальных. Знахарки Джихан Камаль, член Египетского общества семейной медицины, говорит, ранее египетские власти издали закон, запрещающий женское обрезание, однако семьи продолжают тайно нападать на девушек и отрезать часть их тела, поэтому врачи должны принимать участие в программах, повышающих уровень осведомленности об этой проблеме. Кроме того, многие женщины в некоторых сельских общинах для проведения обрезания прибегают к помощи знахарок, и случается так, что данная процедура становится причиной смерти женщины. Стратегия как отмечает доктор Рабаб Аль Джазар, координатор программы, связанной с информированием граждан относительно вредных традиционных практик, при организации Plan International, Plan International, согласно последнему исследованию, проведенному среди населения, доля обрезанных женщин в Египте составила 74,4%. Реальная проблема заключается в том, что в 82% случаев эта незаконная процедура проводится врачами. Психологический анализ доктор Халя Хамад, консультант в области клинической психологии, утверждает, что обрезание – очень большая проблема, и девушки, прошедшие через эту процедуру, сталкиваются со множеством сложностей в сексуальной сфере, такими как холодность и отсутствие возбуждения. По этой причине многие мужья жалуются на то, что не удовлетворяют своих жен, что в некоторых случаях становится причиной развода. Кроме того, такие женщины не чувствуют себя счастливыми, страдают от неуверенности в себе и апатии. Поэтому следует просвещать население об опасности женского обрезания, особенно в сельских районах, тем более, что один закон не может изменить поведение людей.